Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Виталий Соколов. В этом видео мы начнем знакомиться с графическими примитивами, с помощью которых можно будет рисовать простую графику. А перед тем, как мы начнем, подпишитесь на канал, поставьте палец вверх этому видео и напишите комментарий. Также вы можете помочь каналу финансово, реквизиты есть в описании под видео. Заранее всем спасибо. Самый простой графический примитив это точка, то есть цветной пиксель. Для вывода точки на экран используется метод point. В скобках указываются координаты x и y. Движок GLEngine2D позволяет задавать размер точек. Для этого используется команда pointSize. Размер задается в пикселях. Задание большего размера приведет к отображению на экране квадрата, так как по умолчанию пиксели квадратные. Но если вы хотите, чтобы пиксели стали круглыми, можно включить сглаживание точек командой pointSmooth. В скобках указывается значение true, если сглаживание включено и точки будут круглыми. Или указывается значение false, если сглаживание отключено и пиксели отображаются квадратные. Для того, чтобы установить цвет пикселя, можно воспользоваться командой setColor. В скобках указываются четыре цифры через запятую. Значения цифр могут быть от 0 до 1, в том числе и вещественные значения. Первые три цифры означают три цвета, красный, зеленый и синий в формате RGB, при смешивании которых получается итоговый цвет. А четвертая цифра обозначает альфа-канал, прозрачность. То есть этой цифрой можно настраивать значения прозрачности. Значения могут быть от 0, когда примитив полностью невидимый, до 1, когда его полностью видно. Промежуточные варианты прозрачности задаются через точку. Есть еще второй вариант работы с методом setColor, при котором объявляется переменная типа tglColor. Через точку в этой переменной задаются значения трех цветов и альфа-канала. И после этого переменная передается в метод setColor. Такой подход может быть удобен для настройки цветов в одном месте в виде переменных, чтобы не искать места под изменения каждого цвета. Но в этом случае такие переменные делайте глобальными, объявляя их в разделе uses или public. Для того, чтобы нарисовать линию, необходимо вызвать метод line. В скобках нужно указать координаты двух точек, между которыми будет проведена линия. То есть через запятую указываются значения координат x и y первой точки, а затем координат x и y второй. Управлять шириной линии можно с помощью команды line with. В скобках указываются значения ширины линии в пикселях. На цвет линии также влияет команда setColor. А если необходимо нарисовать линии с градиентной заливкой, то есть чтобы цвет линии плавно менялся от одного цвета с одной стороны к другому цвету с другой, можно воспользоваться командой lineGrad. В скобках, так же как и у обычной линии, указываются координаты двух точек, но после них указываются два цвета в формате tglColor. То есть нужны две переменные типа tglColor. Этот цвет начальной и конечной точек, между которыми будет идти плавная смена цвета. Так же имеется возможность выводить извилистую линию с помощью команды bolt. В скобках указываются координаты начальной и конечной точек. К сожалению, управлять извилитостью гибко нельзя на данный момент. Например, указывая максимальное отклонение. Для этого нет настроек. Но для простого использования вполне подойдет и реализованный вариант. Но если его будет недостаточно, можно самому реализовать нужную процедуру. Так же можно добиться интересного эффекта, если вывод извилистой линии добавить в таймер или перезапускать его прорисовку вручную. С каждым последующим выводом линии, ее изгибы будут случайным образом меняться. Поэтому если увеличить количество кадров, это станет похоже на эффект молнии или мощного электрического заряда. И напоследок предлагаю рассмотреть рисование стрелок. Для этого существует команда arrow. В скобках указываются координаты двух точек. Начальной и конечной. Затем указывается размер стрелки size. Далее указывается угол наклона линий у стрелки angle. В конце указывается закрашенность стрелки solid. Если указать значение true, стрелка будет закрашена цветом из команды set color. Если же будет указано false, стрелка закрашена не будет. Но в моем случае это не сработало. Возможно это пофиксится в будущем для Delphi. На этом у меня все. Если данное видео было для вас полезным и интересным, поставьте палец сверх под видео и напишите комментарий. Также подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе выхода новых видео. А в описании под видео есть реквизиты для финансовой поддержки канала. Ваша помощь очень важна. С вами был Виталий Соколов. До встречи в следующих видео.